Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Стоит ли менять свою жизнь, если уже 43 года? Так случилось жизни, что 12 лет назад умер близкий человек, мужчина. Я долго переживал, а года два не могла вообще обращать внимания на мужчин. Потом время прошло, я пытался знакомиться на сайтах знакомств. Мужчины обращали на меня внимание и в реальной жизни. Но несколько раз столкнулась с офицеристами, в основном с парнями с людьми, которыми нужны не серьезные отношения, разочаровалась и пристала вообще знакомиться и интересоваться. Это отложило определенный отпечаток на здоровье, на гормональную систему. Прошли годы, меня пытались знакомить знакомые, родственники говорили, что с возрастом трудно подобрать человека и по тому не надо слишком придираться с ЭДП. Но что я могу поделать, если знакомят, а мне человек не симпатичен. Я ему нравлюсь, а мне нет. Я не могу себя доставить. Сейчас я не очень понимаю, как мне жить и для чего. То есть, сейчас я депрессия и в дальнейшем совсем не вижу своего будущего, не понимаю, как жить дальше. Ну все же, начнем с того, что если вы говорите о депрессиях, то депрессия является психологическим заболеванием, психическим заболеванием, которое необходимо лечить. Лечить, значит, у врачей, вот, у, в частности, у психиатров, если мы говорим о том, как это делается. Вот, возможно, даже медикаментозно. Далее, при медикаментозном лечении необходима, необходима также психотерапия. Вот, психотерапия здесь является, пожалуй, важной частью, потому что медикаменты только снимают симптомы, но не решают проблему. Вот, и, соответственно, это первый момент. Второй момент. У вас травма от потери близкого человека. Вы ее, судя по тому, что я могу видеть, не прожили. То есть, как-то вот не отпустили вы, судя по тому, что я могу видеть, да, вы не отпустили человека, которого больше нет. Из-за того, что вы не отпустили человека, которого больше нет, вы, вероятнее всего, сравниваете этого человека со всеми, кого вы встречаете. То есть, из-за того, что вы не отпустили этого человека, вы пытаетесь найти такие отношения, как и были. Естественно, вы этого не находите. То есть, ну, вы не находите таких отношений. И из-за этого разочаровывались. Здесь речь о травме, которую вы не прожили. Следующий момент. Это ваша нацеленность на серьезные отношения. Почему это проблема? Потому что, серьезные отношения, это миф. Серьезных отношений не бывает в смысле того, что люди никогда не знают, серьезные отношения будут между, ну, между ними, или нет. То, что вы тяготеете, как бы, к серьезным отношениям, эта история, на мой взгляд, больше про то, что вы пытаетесь себя защитить. Эта история больше про то, что вы пытаетесь себя обезопасить. То есть, поместить себя в некую безопасную среду, где вы будете чувствовать себя защищенным. Хотя, ваша защищенность является вашей ответственностью. Это не ответственность другого человека. Это такой момент. Защищенность, это что такое? Да. Это, в первую очередь, личные границы. Это, в первую очередь, четкость приоритетов. Это доверие себе. И достаточный, для этого, уровень личностного, скажем так, не развития, но роста. Вот. Это очень важный момент, на который вам нужно обратить внимание. Собственно, аферисты, которые вам попадались, вот, ну, опять же, да, если мы говорим про аферистов, про людей, вот, которые вас обманывали, это история именно про отсутствие того, что я перечислил у вас. То есть, у вас этого нет, и люди этим пользуются. Вы не видите, не замечаете проблем в себе, и, аааа, как бы, уходите в защиту. Защита, это именно история про разочарованность, про снижение интереса и так далее. В данном случае. Дальше. А о симпатии. То, что вам никто не нравится. Да? Помимо того, что я сказал, ну, то, что вам никто не нравится по той причине, простой, что вы и сравниваете, да, вот, ну, вы пытаетесь сравнивать, а вы и ищете таких же отношений. Вот. У вас есть определенные требования к человеку. Вот. Поэтому вам не нравится. То есть, вы не можете воспринимать людей на данный момент непосредственно. Вот непосредственности в восприятии людей. У вас нет. Почему? Потому что, да, вы боитесь сближения. На данный момент, вы боитесь сближения. Что это значит? Это значит, что вы боитесь к себе подпускать людей. А когда вы подпускаете, когда вы открываетесь, ну, в этом, в этом, в этом смысле. Вот. То вы, вы становитесь уязвимой. Потому что открываясь, вы начинаете полагаться на человека. То есть, для вас. Для вас. Да. Сближения. Это история именно про уязвимость. А на самом деле сближение – это не про уязвимость. Сближение – это про желание и что это делает для человека. Сближение – это про отношение к человеку. То есть, как я к тебе отношусь. Понимаете? Далее. И что касается экзистенциального кризиса вашего, то это история про отсутствие своего жизненного пути. То есть, вы не видите сами, куда вы идёте. Вы не видите сами своего пути. У вас, вероятно, нет своих интересов. Или они есть, но выражены не сильно. Вот. То есть, это именно история про то, что вы потеряны. Что как бы идти самой по жизни к своим целям, к своим ценностям. Реализовывать свои ценности. Делать что-то для того, чтобы ценности становились реальностью. Вы не умеете. На данный момент, по крайней мере. Вот. У вас нет такого, ну, навыка как бы. Вот. И, соответственно, всё это, рождает чувство потерянности. Которое вы пытаетесь компенсировать, как бы, другим человеком. Вот. А это обречено на провал. Потому что, все люди разные. Кто-то, кто-то, кто-то молит. И хочет вам, ну, предоставить то, что вам нужно. А кто-то естественным образом нет. И вы ищете такого человека, который хочет это сделать. Причём, желательно сразу. Желательно быстро. И желательно с гарантией. На мой взгляд, это ваша такая вот, ну, такая деструктивная позиция. Требование гарантий. Вот. Кстати, это связано ещё с потерей близкого человека. То есть, когда мы теряем близкого человека, у нас появляется такое ощущение, да, что никто нам ничего, как бы, гарантировать-то не может. Вот. И мы оказываемся, во-первых, травмированы этим. Мы не переживаем свои чувства по поводу этого. Мы ничего не делаем сами для, вот, ну, какого-то обеспечения, скажем так, нашей безопасности. То есть, мы сами это делать не привыкли. Вот. Мы привыкли это получать от других людей. Проблема ли это? Да. Всё это можно решить. То, что вам 43 года, означает только то, что процесс будет не, может быть, небыстрым. Потому что, несмотря на то, что вы производите впечатление человека такого достаточно мягкого, вот, я всё же думаю, что психика у вас не настолько гибкая, чтобы изменения происходили, ну, скажем так, легко, да, или достаточно быстро. Вот. Поэтому психотерапия, да, займёт какое-то время, но я думаю, что всё можно изменить. Другой вопрос. Как сказал мой коллега Кутрышёв Игорь Леонидович, действительно чувствуется, я бы сказал, некоторая вынужденность. То есть, ощущение, что вы делаете это не для себя, не потому что вам этого хочется. Ощущение, что вы это делаете для, ну, для других, потому что так надо. Вот. Так вот, кому надо, понимаете? То есть, если вы задумываетесь о том, менять ли вам свою жизнь только потому, что кто-то считает, что то, как вы живёте ненормально, это не очень хороший мотиватор. Вот. В смысле того, что, ну, не получится ничего таким образом. Ничего не будет таким образом. Потому что это не ваша собственная мотивация. Это мотивация, ну, именно, что других людей, как бы. Вот. И, само собой, это, это проблема, само собой. Это проблема, само собой. Вы понимаете, какая история. Вот. Поэтому на это тоже очень важно обратить ваше внимание. Поиск жизненного смысла является отдельным аспектом психотерапии. Поиск смысла жизни, своих ценностей, поиск своих ценностей, определение своих ценностей, определение своего пути, своих приоритетов и так далее. Очень важный момент. Под цели, под приоритеты подстраивается уже вся остальная деятельность, человек. Вот. Если цели нет, приоритетов нет, или они не явно прописаны, то, соответственно, что делать непонятно. Даже более того, зачем, как бы, отношения строить, тоже непонятно. Ну, то есть, вот, для чего, да? То есть, вот вам говорят, да, там, ну, нужно, там, человека терпеть, там, и так далее. Ну, вот. А вы как-то задаете этот вопрос. А зачем? И действительно, а зачем? Потому что нет цели, нет приоритетов. Ведь люди выстраивают отношения на разных основаниях. Кто-то выстраивает отношения для того, чтобы построить семью. В смысле, дети, вот это все. Кто-то выстраивает отношения ради, ну, партнерства. То есть, я просто хочу партнерства, я просто хочу, там, с кем-то там разделять, там, ну, не знаю, свое время и т.д. и т.п. Ну, вот. Кто-то ищет это делать для каких-то целей. То есть, так или иначе, так или иначе, так или иначе, цели есть, и их нужно увидеть. Ну, вот в этом заключается, может заключаться наша помощь вам. На мой взгляд, по крайней мере. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.